Друзья, сегодня мы будем общаться в первую очередь о книгах Александра Геннадьевича, поэтому, как всегда, в рамках встречи приветствуются ваши вопросы. Если вопросы, возможно, сразу же у кого-то появились, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки, ко всем постараюсь подойти с микрофоном. И сегодня у вас прекрасная возможность спросить о том, что вас больше всего интересовало. Но для начала, Александр Геннадьевич, вот здесь, за этим столом у нас, на этом столе даже представлено сразу несколько ваших работ. Скажите, пожалуйста, при том, что книги хронологически, понятно, выходят не все одновременно, в каком порядке вы рекомендовали бы читателю все-таки с ними знакомиться и их осваивать по степени эволюции и саморазвития в мире? Ну, эти книги писались по степени сложности, начиная с простых вещей, началось, наверное, еще лет 15 назад, когда пытался что-то писать, какие-то ценные для себя вещи. То есть какой был стимул, причина этого? Как говорится, в ведах мудрецы утверждают, что не самая деятельность имеет ценность, а причина деятельности придает ценности любой деятельности. какой же был мотив, зачем я это делаю? По природе я не писатель, не склонен писать книги, нет литературного дара яркого. Зачем же начал писать книги? Была просьба, потому что я изучал ведическую культуру, это очень глубокие знания древние. Считается, что нужно немало времени потратить, чтобы разобраться в этой науке, потому что эта наука постигается через самоконтроль. То есть это связано с йогой, с самосознанием, с самосовершенствием, с образом жизни. И не поменяв образ жизни, трудно приблизиться к этим знаниям. Ну вот у меня были эти мысли, как эти знания все-таки сделать популярными. Об этом просили меня некоторые студенты, также некоторые друзья. И впервые меня в Алма-Ате ко мне обратился один мой друг. Я попросил написать что-то простое, чтобы было понятно, потому что философия достаточно сложна ведическая сразу. Я спросил, а о чем ты думаешь, что сейчас важно сказать людям, что сейчас важно, какой шаг можно сделать, чтобы мы начали получить это ведическое образование. Он говорит, ну я думаю, законы кармы описать. Вот я с этого и начинал. То есть это книга, первая вышла карма, потом следующий этап, если мы изучаем карму, следующий из него вытекает закон реинкарнации, необходим просто становится. И следом за этим вышла книга «Устройство, социальное устройство, общество ведическое». Вот эти три книги вышли сначала почерёдно, небольшими изданиями, потом вот в одной книге, это называется «Эволюция сознания», это в одной книге эти три, даже четыре книги, потому что потом вышла книга для студентов, для людей научно-мыслящих, называлась «Уровни сознания». Это как бы уже по степени сложности выше было это издание. Там мы описывали различия платформы чувств, ума, разума и, собственно, самой личности. И над личностный также аспект, это было основано на ведических знаниях, на размышлениях, на каком-то опыте йоги. И это также описывалось логически, с примерами. И эту книгу оценил особенно, ну, для меня лично это был важный, как бы, важный ответ. Аман Ашвири Шал Александрович, ну, мне лично звонил, когда вышла книга «Уровни сознания», он благодарил, и мне очень понравилось это изложение. Много проясняется именно в человеческой природе. Собственно, это я и хотел, такой цель и преследовал, чтобы это знание было, ну, доступным. Это важный момент в моей жизни, очень, чтобы эти знания распространять. Я считаю, что это путь гармонии, путь к великим знаниям, это начало, может быть, даже новой цивилизации, я не побоюсь сказать, то есть новой эры, когда мы с вами будем, ну, встанем на путь духовных знаний, образа жизни и обретём внутренние силы, то есть могущество, вернём человеческое могущество себе, могущество мысли, речи, деятельности. Так, чтобы наша деятельность, речи, мысли приносили благо, благо всему живому. В этом, как бы, суть ведической культуры. Пусть все будут счастливы. Это девиз. И как вот осуществить эту формулу абсолютную? Очень сложная, да, сложная задача, чтобы все были счастливы, имеется, но не только люди, но и все живые существа здесь на земле были счастливы. Вот это роль человека. Для этого нужно, ну, вернуть, как бы, свое былое могущество. Былое, потому что утраченное. Затем следующая книга «Иллюзия. Реальность». По степени сложности ещё она выше, но, собственно, за это время я вижу, что аудитория уже готова к очень сложным философским чтениям, размышлениям. Я это вижу по публичным своим выступлениям, по общению с людьми. Как бы мы вместе эволюционируемся, как-то эта информация протекает, не только от меня, но и вообще она существует в мире. Есть книги классические, Пураны, Пхага, Вадгита. Всё это уже представлено. Мы соприкасаемся с интернетом, получаем много хорошей информации. Ну и получаем хорошую информацию, и плохую тоже информацию получаем. Правда? В большой степени так же это становится нашей трудностью, нашим препятствием, наше испытание в жизни, детей удержать от этой негативной информации, интернета или просто развлекательных вещей, потери времени. Как это сделать? Вот отсюда пошла идея иллюзия-реальность. Отличить иллюзию реальность, где мы же будем жить, в виртуальной иллюзии или реальности. И что же такое реальность? Реальность — это жизнь, проведённая в счастье. Как говорится в Бхагаваде Пуране, достаточно одно мгновение прожить в полном сознании, чем ценнее будет, чем прожить тысячи лет, подобно дереву, то есть с неразвитым сознанием. И реальность подобна этому мгновению, как вспышки молнии. Как вспышки молнии — это те, кто занимается самоосознанием, знают, что такое транс или самадхи. Это достаточно мгновение того опыта, чтобы качественно наша жизнь уже изменилась в правильную сторону. Подобно тому, как в тёмной комнате, мы трудно сориентируемся, но даже маленький светильник может показать нам, где выход. хотя всё не освещает, но выход уже найдём сами. Сон — это означает беспокойство, это тревоги, это обиды, это всегда какой-то фон неудовлетворённости, памяти какой-то, лишних вещей, вины, обиды, вот эти вещи, болезни, негатив какой-то. И вот это нужно всё смывать высшей реальностью, соприкасаться с чистой, позитивной, чистой реальностью, вот духовной реальностью. И таким образом, соприкасаясь с реальностью, мы именно становимся счастливыми. Это и есть наше реальное, истинное положение. Вы счастливыми, бесстрашными в жизни. То есть вот это знание, знание, потому что для души не существует ни рождения, ни смерти. То есть с этой точки зрения бояться нечего человеку. Но пока он находится в иллюзии материального отождествления, сопутствует страх материальному существованию. Всегда, потому что есть начало и конец любому явлению, любому процессу, любому человеку, как физическому воплощению. Но Наджиэ Темриэ, это Вакадо Чингита говорит, то есть для души, для сознания не существует ни рождения, ни смерти. И вот это высшая реальность. И здесь я использую различные виды типы, различные режимы сознания. Есть три как бы режима сознания. Это бодрствование, сон со сновидениями, глубокий сон. И вот четвёртая Турья, это выше этого, Над, Над этим выше ещё. И самое как бы глубокое, глубокое состояние человека, это глубокий сон без сновидений. Считается наивысшим состоянием сознания. Но мы ничего не помним. Каждую ночь, когда мы погружаемся в глубокий сон, мы именно выходим из беспамятства. Но интересный момент, в этой книге я его отмечаю, что в этом состоянии сушубки, глубокого сна, отсутствует какой-то память или вроде восприятия, но приходит прилив и обновление сил. Именно только в этом состоянии. Мы не можем вернуть себе силы, лёжа в постели без сна. А, это будет пытка. Именно глубокий сон. И вот йоги овладевают этим искусством глубокого расслабления, чтобы впасть в это состояние глубокого расслабления и погружиться в глубокий сон, но сохранив сознание. Это как бы жизнь вне тела, потому что когда мы спим, мы забываем о физическом воплощении. Но сон со сновидениями — это тоже потеря энергии. И вот максимальное восстановление энергии — это в глубоком сне. И в этом описывается, кто может спать глубоко и кто не может спать глубоко. Если кто-то занимается нечестным трудом или накопительством, он не сможет спать глубоко. Спать глубоко может тот, кто любит и кого любит. То есть есть определённые причины этого всего. И с этой точки зрения, когда я рассмотрел как бы нынешнее время, а я видел не только я, психологи мира утверждают сейчас, что психические проблемы и беспокойство сейчас — это главная проблема. Это стресс. То есть мы не можем глубоко спать и восстанавливаться, поскольку есть причина неправильной деятельности, неправильных отношений. На это указывает также множество разводов. Неправильно мы забыли, как строить отношения, как их углублять, как восстанавливать и обновлять эти отношения, а не накапливать негатив в конечном итоге, когда невозможно уже жить друг с другом. Всё это описывается. В состоянии Турья можно освободиться от этого. Но Турья — ближайший сосед вот этого бессознательного состояния глубокого сна. Бодростынь — это просто расход энергии, собственно говоря, по большому счёту. Если он не связан с принципами как бы духовными над этими уровнями, он абсолютно бесполезен в бодростыне. Говорит, между ними разницы не будет сон ночной или сон дневной то и другое проходит и ничего не остаётся. Ни от ночи, ни от дня бессмысленная жизнь может пройти. А где же вот обнаружить себя, эту реальность, это счастье глубокое, бесстрашие знания? Вот это Турья. И из-за этой Турья, оказывается, наставление приносят пророки. То, что мы называем священные книги, это информация идёт с духовного как бы уровня. Турья — это заповеди какие-то духовные. Главная заповедь в любой религии, как бы самое главное — это не насилие. Не убивая, не причиняя насилия, не беспокой никого. И другие также вещи — не завидуй никому, не кради, не лги, не прибыль действуй, не убивай и так далее. Мы слышали об этом. И вот эти вещи, если им последовать внутренне, именно как мотив и причина моей жизни, вот следование высшим принципам, и приносят нам обновления каждый день и в бодрстве, и во сне, и наяву всегда. То есть жизнь всегда обретает смысл и нет разницы между сном и бодрствованием. Так вероят, что правила предписания ведические нужны только для тех, кто не видит различия между сном и бодрствованием. А для тех, кто уже не видит этих различий, они не нужны никакие правила предписания, он интуитивно знает, что нужно делать, что не нужно делать. И иллюзия заключается в том, что мы считаем вещь какую-то хорошую, или человека хорошим, а потом ошибаемся, говорим, нет, было не так уж всё и хорошо. Ошибок очень много в выборе личной жизни, профессии. Много очень сейчас лет нас престиж, искусственные какие-то вещи, мы забываем всю природу, может быть, она непрестижна, эта природа, может быть, мы её стесняемся, может быть, потому что мы её не понимаем и не знаем себя. Отсюда все эти иллюзии, как жизнь во сне, я стремлюсь к тому, что не свойственно для меня, для моего счастья. То есть делаю даже часто наоборот эти вещи. Вот эти размышления были для этой книги. Она писалась, может, в течение года. И последнее издание было, меня побудило уже само издательство «Эксмо» к этому, поскольку мы познакомились с издательством, общались и узнали, что я также художник, и попросили, может быть, издать какие-то картины. Я говорю, ну я не считаю, что я художник такой, который можно было бы издавать или выставки делать какие-то персональные. Я просто обычный художник, ну как-то для себя это делаю. Я даже профессионально не работаю. Хотя я профессионал, но не работаю в этой области профессионально. Для души это делаю, меня привлекает красота, и всё. Но «Эксмо» сказал, может, тогда вы что-то напишите о красоте, и может быть, просто поскольку многие читатели интересуются вашим творчеством, и что-то там, ну к книге, это не будет выставка художества, ну к книге, может быть, какие-то. Но так мы и поступили. Мы с женой написали эту книгу буквально за несколько дней. Там не так много текста, в основном там иллюстрации потом пойдут, качественная бумага. К этой книге вступление написал мой учитель по искусству, где я учился в Владивостоке. Кстати, он сейчас приехал в Петербург. Мы сегодня с ним встретились после долгой-долгой разлуки. Вот он открыл для меня этот мир искусства, гармонии цвета, то есть вот этот удивительный мир красоты. Как это вот, когда свет с светом разговаривает, думает, что вы меня, вот как это вот видеть, как это почувствовать, что такое композиция, что такое материал, которым ты пользуешься, даже эта кисть, как ее изучать, вот все эти тонкости удивительного мне это передал, буквально дал мне почувствовать это через упражнение медитации. Не знаю, откуда он это взял, может быть, интуитивно, он вообще интуит большой. Еще в те советские времена он удивительные вещи, упражнения откуда-то брал, и буквально это пробуждало наш дух, нашу красоту, наше творчество. И я написал. А он сказал однажды фразу очень давно мне. Он сказал мне, ты знаешь, что ты становишься художником, у тебя есть дар, но знаешь, в чем препятствие в искусстве? Самое важное, самое большое препятствие в искусстве, это выпендрежь, он сказал. Когда ты просто пытаешься выпендриться перед другими, ты должен быть искренним, должен любить космос, природу, мать, землю, вот тогда ты станешь художником. Вот это талант, любить это талант. Вот это я еще мне говорил. Я был тогда молодой, думаю, как красиво он говорит, просто мне так нравится почему-то это все. А потом он сказал еще одну важную вещь, вот как бы к этой книге такая красота носится, он сказал, что не красота спасет мир, а человек, который видит красоту. То есть надо еще видеть эту красоту. Я подумал, потрясающе, потрясающе. И всегда, когда я беру из-за кисть, ну время от времени, вот между путешествиями, или когда я болею, я так вот это делаю, я начинаю видеть снова цвет, ту гармонию, входить в этот мир. И потом я вижу повсюду, вот уже гармонию, красоту, когда открывается этот канал, и везде хочется мне изображать буквально вот все. Потому что все становится красивым каким-то. И тогда я задумался, что же только красота, и вот в Ведах я стал искать эти ответы тоже. И интересный момент. Знаете, этот Гайдай, известный кинорежиссер, он снимал такие комедийные успешные фильмы, как Иван Васильевич меняет профессию, например, популярные фильмы. И был журнал «Экран» в то время, в советские времена, и было с ним интервью. И вот там его спрашивают, а что такое, почему смешно? Вот вы знаете, секрет смеха, потому что у вас очень хорошие кинокомедии, вы просто мастер смеха. Объясните нам, что такое смешно, почему смешно? Секрет. И вот он ответил интересную вещь, он сказал, смешно, потому что смешно. Ну то есть изначально есть какое-то, вот я как художник могу тоже, пусть на другом примере, вы берете три цвета на палитре, красный, желтый и синий, они изначальные, вы не можете их создать. А другие цвета уже производные, можете создать зеленый, сочетая желтый и синий. Получите любой оттенок, там красный, желтый и синий, собственно, все цвета, это производные этих трех. Но эти три цвета изначальные, почему желтые, откуда? Потому что желтые. И вот таким образом это относится уже к абсолютной истине, ведь и к изначальной причине. Вот если мы в своей жизни эту изначальную причину будем иметь в нашей жизни, как причину нашей деятельности мы станем безупречными и могущественными, мы будем связаны с абсолютом. Вот именно знать, зачем я живу, зачем я работаю, зачем я пишу эти книги, зачем я вообще что-то делаю, даже ем зачем, воздухом дышу зачем. То есть вот это развитие сознания в этом направлении. И вот эта причина, причин. Красота. Это, в этом описывается, один из шести атрибутов Бога. Она относится к высшей энергии, это высшая вдохновляющая сила вообще для разумных людей. Собственно, когда мы изучали лидическую культуру, там были методы обучения детей, также методы образования, они были очень схожи с древней китайской культурой. В древней Китае, например, считали, что любое высшее образование начиналось с обучения музыке и изобретательному искусству, каллиграфии и красота. Сначала вы должны чувствовать и слышать красоту, потом давали только образование какое-то. Они считали, что пока человек не увидит, не услышит красоты, он не должен получать никакого высшего образования, это навредит миру. И в это говорится, что когда мошенник получает высшее образование, вот это опаснее, чем когда он неграмотный. Мошенники и негодяи плюс высшее образование, вот это разрушает мир, говорится. Вот поэтому сначала нужно примкнуть душой, сердцем к красоте, к божественному чему-то. Вот, вот, вот. Вот для этого это призначение искусства, он изначально имеет цель, направлен на познание божественной красоты, божественных форм, божественных звуков, как бы показать другое измерение жизни. Мы к этому стремимся с вами, читая книги, смотря кинематограф, слыша какие-то театры или музыку. Мы хотим перейти в другие измерения, где можно ощутить вот это счастье, почувствовать его в том измерении. Оно есть, но в другом, как бы, измерение, оно проявлено больше. В нашем мире земном, к счастью, путь очень труден через тяжкий труд в поте лица своего, говорится, даже хлеб заработать. Вот так устроена планета Земля. Но в это говорят, что это различные уровни планетных систем. Это вот наш уровень, но есть низшие еще уровни и высшие уровни. Там по-другому устроена жизнь. И мы здесь стремимся жить как в раю, конечно же, устроить такое счастье. Но путь к счастью и красоте связан всегда с трудом в этом мире нашем. Поэтому не бойтесь трудной жизни, это нормально. Важно, чтобы это была правильная причина наших поступков и возвышенная деятельность соответствующей цели. Иногда люди ставят высокую цель, а поступки к ней, путь, выбирают низменный. Несоответствие так не произойдет. Насколько высока цель, настолько высоки поступки должны. Тогда достигается цель. Это трудно? Да, трудно. Мы не будем лгать, не будем подбавлять сахару в нашу речь. Трудная жизнь, но достойное уважение, честь и почитание смысла. Вот это человеческая жизнь. Существует об этом. Вот эта реальность такова, договоренность, что нужно трудиться. Но удивительно, в том заключается, что когда мы трудимся тяжело, вот в этом направлении, мы получаем настолько удивительное духовное удовлетворение, что не замечаем этих трудностей. Матрас, подшаст, тюкаун, тюкаун, тюяши, тошно, сук, отду, кода, ага, мапайна, никем ставим, дитик, шаст, а баррад, так и говорится, что счастье и несчастье в материальном мире подобны приходу и уходу зимы и лета. Они чередуются. Никогда не остановятся. Они чередуются. Счастье и несчастье постоянно сменяют друг друга. Это возникает соприкосновение чувств, объектами чувств. Вода летом холодная, приятная, зимой неприятная. Это всего лишь чувство, но говорят, что это хорошо, это плохо. Так вот, нужно их выносить так, чтобы они вас вообще не тревожили, не замечали их. Жить на другом уровне, не на уровне чувств, а на уровне цели и смысла жизни. Вот там, туда чувство, туда ум. Это искусство помогает нам в этом, ощутить ту атмосферу, где мы уже не замечаем каких-то проблем между собой, когда примеряемся вдруг в этой красоте. Когда я немножко изучал санскрит, я не знаю санскрит, немножко интересовался этим в Индии. И мне объяснили, что есть разные много терминов, относящиеся к красоте. В русском мы говорим красиво, прекрасно, великолепно, но это синонимы из каких-то. В санскрите есть еще такие понятия, как красота, видеть красоту, другое слово, красота, и быть в красоте еще, находиться в красоте. И вот когда мы находимся в красоте, вот тогда мы уже не испытываем материальных страданий, говорится. Вот это путь такой. Сначала увидим красоту, услышим, увидим, затем нужно войти туда собственным творчеством, собственными чувствами, собственными желаниями. И все эти пророки духовные, которые приносили нам какие-то заповеди, они из высшей красоты нам вещали. Они могли терпеть любые страдания, добровольно, не замечая их. еще говорят, прости их, ведь не ведут, что творят эти пророки, зачем их наказывать, они глупые просто. Вот это красота, вот это мощь, вот это сила, это йога называется. То есть вот об этом примерно вот эти книги, вот в этом направлении они писались, издавались. Может быть, сейчас есть какие-то вопросы? Пожалуйста. Огромное спасибо. Александр, скажите, пожалуйста, в эволюции сознания Вы пишете о том, что современного человека в повседневности очень сильно мучает и тормозит чувство состояния лихорадочной активности. Как с этим состоянием бороться, возможно, начинать на пути избавления от лихорадочной активности в умственном и физическом плане? Да, это хороший вопрос. Практичный вопрос сразу же. Как избавиться от этой лихорадки, да, вот этот безумный-безумный-безумный мир. Мы видели это кино ещё в советские годы, когда учился в школе. Погоня за деньгами там была. То есть приключенческий фильм, комедийный, американский. Этот безумный-безумный-безумный мир. То есть как люди с ума сходили в этой погоне за деньгами, за кладом. Вот это у нас страсть. Или золотая лихорадка называлась ещё такие явления. Когда нас будоражит, какие-то материальные цели, мы начинаем конкурировать друг с другом, забываем, что мы одно общество, одна семья, что мы не в частичке Бога, мы начинаем враждовать, убивать за деньги друг друга ради выгоды, вред приносить друг другу. Это лихорадка, вот эта лихорадка деятельности ради плодов вызывает жадность и агрессию по отношению к другим. Овладеть мне нужно, я и мое. Яснусь эгоистичным, жестоким, жадным. То есть вот эти недостатки в деятельности могут, пока туда не принесём мотив, причину деятельности. Зачем я это делаю? Я искал, только высшая цель появляется, лихорадка прекращается. И как же это практически нам осуществить? В трёх гонах материальной природы сутки. Мы рекомендуем сутки разделить на три части, в соответствии с тремя гонами природы. Есть влияние благости, есть влияние страсти, влияние невежества. 24 часа в сутки, а по 8 часов получается влияние. С 10 до 6 вечера примерно в течение дня это влияние гонной страсти. С 10 уже включается эта гонная страсти, активизируется жизнь, мы начинаем работать, перемещаться, заводим машины, заполняем офисы, приступаем к деятельности. Там труд, ради зарабатывания, каких-то материальных целей и так далее. Но в 6 часов вечера нужно прекратить, остановить работу. Потому что гуна переходит в невежество. Много сделаем неправильных вещей. Ну, представьте, кто же уставший, раздраженный, неэффективная работа, бессмысленная работа получается. Нужно остановиться в этот день и нужно вот этот период отдыха заполнить чем-то позитивным. Не в бар идти, амнезия, как называются такие бары сегодня, амнезия, где забываются люди, пьют алкоголь или что-нибудь, амнезия, кальян курят, да? А для взаимоотношений, где мы друг друга поддерживаем, вдохновляем, поправляем, корректируем, читаем вместе что-то, то есть что-то полезное мы проводим с близкими, друзьями. Это отношения, жизнь в отношениях личных. А вот с двух часов ночи преломляется гуна уже и вплоть до десяти утра влияние гуны благости. Шесть утра пик. Шесть утра, к шести утра мы должны быть бодры и проснувшиеся полностью. Имеется в виду, что проснувшийся человек? Радость испытать. Глубокую. То есть пока мы не испытаем радость, мы не проснулись, считается ведом. Мы все еще где-то во сне, в каких-то мыслях. Мы все еще не видим красоты. Надо пробудить себя полностью. Это медитация. Это возвышение мыслей над всем, что было днем или вечером, как кто меня назвал, что это сделал правильно, что неправильно, кто прав, кто виноват, справедливость и прочие несправедливости. А оставьте ту двойственность. Поднимите ум над двойственностью. Куда? В духовное измерение. Браман, веды говорят, туда. Там омывается ум. И утро вечера мудренее. В шесть утра вы пробуждаете энергию радости в себе большую. испытываете счастье, поскольку вы разотождествились от всего, что было. И затем снова вступаете в деятельность. И так каждый день и в течение жизни вы достигаете великих результатов. Величайших результатов. То есть секрет, то есть этой практики заключается только в раннем подъеме. В пять утра, хотя бы в четыре утра вставайте, начинайте свою духовную практику. У каждого она может быть своя. Выбирайте. Она необходима, как омовение ума. А если ум не позитивный, человек считается больным. Если ум не удовлетворённый, человек болен. Если ум болен, тело тоже будет больным. Всё, что в уме происходит, отражается на составе крови, на нашем физическом воплощении. Мысли, настроение формируют наше ДНК. Речь также в этом участвует, то, что мы слышим, то, что мы видим. Поэтому нашу жизнь нужно также ввести духовную инъекцию каждое утро в форме духовных звуков, духовных мыслей, трансцендентный план. Вот таким образом мы сможем уравновесить все вот эти недостатки нашей деятельности и прочих вещей. Это очищение. Спасибо большое, дорогие друзья. У кого появились вопросы, пожалуйста, поднимайте руки. Добрый вечер. Благодарю за то, что есть. И у меня такой вопрос. Я встаю рано утром, и вот этот пик, о котором вы как раз сейчас сказали, это мой был первый вопрос. То есть, какая рекомендация, как правильно настроить себя на этот день. Вы заранее ответили на него. А второй вопрос. Иногда слышу в сторону свою, ну, может быть, это обвинение можно назвать. Когда я говорю, ну, ведь сначала ты стань счастливым и радуйся, да. То есть, ну, вот это моя задача. Будь радостным. Тогда я смогу поделиться тем, что во мне есть. Это нормально. Правильно? А мне всё время говорят, вот я живу для того, чтобы сделать там детей счастливыми, этих счастливыми. он говорит, а ты просто эгоист. Ты живёшь как будто для себя. Я говорю, ну, если я не буду счастливой, значит, я не смогу поделиться с другими своим счастьем. Как вот разобраться в этом? Как бы мне бы хотелось именно с этими людьми хорошие отношения. Это прекрасные люди. И вот как не нарушить отношения, но как правильно ответить на их вопрос? Ну, как мы сказали, эгоисту нужно быть с утра. А в течение дня мы уже работаем и отдаём. Но каждое утро мы эгоисты, когда все спят, мы эгоисты. Так можно отрегулировать. Эгоизм также необходим. Но какой эгоизм? Не ложный, а истинный. Истинный эгоизм — я. Я есть, да? Я есть. Но вот кто я? Вот тут много ложных вещей. Это называется в этом самомнение. Ложное самомнение. Это причина всех страданий в этом мире. Что я о себе думаю, это и есть моя проблема. Поэтому утром я должен думать о себе истинную вещь. Кто я? По-настоящему. Может быть, вы заметили, что большинство из нас, из обычных людей, скажем так же, думают о себе не в перспективе, как бы в будущем кто я, верно же? А в настоящем кто я сейчас. Вот что важно. Вот это ложное самомнение. Я говорю, дайте мне номер в гостинице, самый дорогой. И я заплачу, несомненно, когда буду богатый, потому что я будущий миллионер. На год снимаю у вас номер, самый богатый, люкс. Год буду жить здесь, вот моя карточка банковская, сейчас там нуль, но в будущем я миллионер, поэтому вы получите в будущем счёт. Меня же не по серии отвергнули. Вот это самомнение будущего, себя оценкой в будущем. Нужно себя в настоящий момент перенести, сейчас, счастливым нужно быть сейчас, каждый день. Если вы получаете заряд счастья, утром, в течение дня вы его отдаёте. Всё? Справедливо. Это настоящий истинный эгоизм. Я есть частичка Бога, я слуга Бога, всё это, это и есть моё истинное положение. А вот в этом мире у меня есть долг, есть положение, скажем, я отец, я мать, я где-то ниже, где-то выше, где-то кто-то рай, тут есть иерархия, тут я могу конкурировать, бороться, тут есть острые конфликты. Это материальное измерение. Но в душе я знаю, кто я. Я всё это делаю для служения, не для себя. Вне эгоизма. Есть история об одном царе, которого был духовный учитель Саньяси, монах. И однажды царь вышел на крышу своего дворца, посмотреть на столицу, и увидел своего гуру, бродягу, нищего, который ходил по его городу и по её столице, и собрал подаяния, чтобы что-то поесть. Вот странно, я его ученик, я царь, я обладаю таким богатством, мой гуру здесь просто попирается. Написал записку, передал слуге и попросил его тому садху, пожалуйста, брось, как пожертвование, вот эту записку. Слуга подошёл и бросил записку, как пожертвование, фарту, к этому саньяси. Он раскрыл записку его гуру и прочитал. Всё моё царство, твоё, и подпись, царь, всё официально. Рассмеялся, и пришёл с этой запиской к своему ученику, и сказал, ты только что отдал всё своё царство мне, у тебя теперь нет ничего. Вот документ. Ты царь-то обещал, держи обещание. Теперь ты не имеешь ничего. Я монах, я не буду управлять государством. Ты будешь управлять государством. Но чтобы поесть, будешь со мной ходить собирать подаяния у своих подданных теперь. У тебя нет царства. Царь управил государством. А чтобы поесть, со своему гуру-монахом ходил у своих подданных, собирал подаяния. В течение года. И люди в всём царстве сказали, наш царь святой, смотрите. Наш царь совершенно святой. Через год гуру позвал с ученика, сказал, ну теперь забирай царство обратно, но помни, кому оно принадлежит. Вот это сознание. Вот кто я. Делай это. Будь царём, кем угодно. Будь богатым, но ты помни, кто ты на самом деле, ради чего ты живёшь. Это истинный эгоизм называется. Вот это хорошая вещь. А я царь или я дворник, это ложный эгоизм. Это временное тождествление. Это пройдёт. И говорится, тем более, что перед Богом равны и царь, и дворник одинаковые. Цели достигают одно и то же. Для него нет разницы. Все поравны перед ним. То есть дворник всё отдаёт, достигает совершенств. Царь всё отдаёт, достигает того же совершенства. Спасибо, дорогие друзья. Ещё вопросы, пожалуйста, у кого появились? Дорогой Александр Геннадьевич, здравствуйте. У меня такой вопрос. Я знаю, что Вы очень много лет общаетесь с аудиторией, да? У Вас много опыта общения с людьми разного уровня. У меня по этому поводу такой вопрос созрел. Вот скажите, Вы человек мудрый, проникаете мыслями глубоко, далеко Вы видите общество, видите людей. Вот какие перспективы вот у нашей страны именно в плане духовного развития? Будет ли люди, ну скажем так, среднестатистически, всё-таки расти в духовном плане, стремиться к чистоте, к красоте, к совершенствованию именно отношений между собой? Не будет ли вот этого погружения в материальное озлобление? Есть ли у нас вот, ну, в перспективе в нашем обществе, у русских людей, и вообще у всех, кто живёт в России, как-то становиться лучше в духовном плане? И что нас ждёт вообще? Вот как Вы видите? И чем сердце успокоится? Хорошо, сейчас. Да. Конечно, нам очень важно знать какое-то будущее, да, перспективы. Да, да, да. Духовное знание сравнивается с семечком. Если семечка попадает на хорошую почву, она растёт, конечно же. На каменистые будет трудно. И там, где забиты сорняками, тоже очень трудно. Да. То есть, какая же почва сейчас в России? Мы с Вами коммунисты. Но мы на почве коммунизма росли, так, на почве этих идей равенства и братства. Это привлекало весь народ. Был переворот, была революция. Установили эти принципы, что народ теперь управляет. Нет больше монархии, нет больше диктатуры, эксплуатации. Теперь есть свобода, равенство, братство. Да. Почему это не осуществилось? Ведь народ решительный. Смотри, это единственный пример такой в мире, где вот такая была решительная, такой был переворот в эту сторону. Хорошие мотивы, причины, правда же? Потому что это пытаются снять на материальной платформе, где не бывает равенства на материальной платформе. У слона, желудок, 40 килограмм пищи сразу съедают. У синицы за ним килограмм пищи наберут максимум. Где же равенство? А ведь это говорят, равенство в отсутствии зависти. Вот настоящий коммунизм. Вот это духовный коммунизм. Вот теперь Россия готова понять этот принцип. Да, потому что потерпела все неудачи прошла, все формации уже прошли. Люди не верят, что ни в капитализм, ни в коммунизм, ни во что другое, ни в фашизм, ни во что другое. Они должны поверить в себя сейчас, в жизнь, в Бога, в абсолютную истину. И то есть принять ответственность за свою жизнь нужно приобретать знания. И мы к этому готовы сейчас. И по предсказанию, то есть я опираюсь также на предсказания ведические, этот золотой век, так сказать, начнется примерно, ну, через несколько лет уже перелом будет в России. Уже это происходит, собственно говоря. Я это вижу так, как участник этого процесса, я могу тоже что-то знать в этом. Ну, посмотрите, что разве не видите, что происходит в буквы где-то сидим, смотрите. А когда-то мы сидели в тюрьме за это. А теперь с ним в буквы едем, смотрите. И книги у нас тут, смотрите, выставлены. И мы никого не боимся, смотрите, и нас тоже никто не боится. Как это так случилось? Значит, все-таки сильные перемены, как вы считаете? Именно почему-то русскоязычный народ сейчас пробуждается по всему миру. Значит, русские есть и в Америке, и в Европе их много, повсюду. И они везде сейчас присоединяются к этому, как вот, движению духовных знаний. Очень активно. Поэтому есть все основания, утверждаю, что почва хорошая, семя посажено, будет расти. Нужно только поливать его. Вставайте рано утром, и все будет хорошо. Спасибо. Примите мои поклоны. Скажите, пожалуйста, такой вопрос о судьбе. У каждого из нас есть своя судьба, есть своя карма, и как не забудется в том, что действительно моя судьба и мне, ну, мое предназначение реализовать свои таланты в этой жизни, или все-таки это мои амбиции, которые я пытаюсь как-то реализовать, самоутвердиться в этой жизни. Вот эта тонкая грань, она часто, ну, иногда даже сводит с ума, да, или все-таки ты действуешь согласно судьбе и стоит смириться с тем, что тебе, ну, в этой жизни дано, так скажем, или все-таки стоит стремиться к чему-то большему, улучшать свою жизнь, себя, свои качества, да, стоит ли бороться или стоит ли смириться вот с какими-то трудностями в жизни. Хороший вопрос, давайте рассмотрим его. Судьба, карма, если она проявлена, ее практически невозможно изменить. Что такое проявленная карма, прорабда карма? Вот она перед вами, вот это вот тело, вот так оно выглядит, это проявленное уже тело. Это проявление моих, мои деятельности в прошлой жизни. Это рождение, вот этот тип тела, вот эти способности, срок жизни. Вот все эти данные, которые есть, вот они, прорабда кармана, проявленная карма. Если она уже проявилась, все, мы должны с ней жить, пока она не исчерпана. Есть непроявленная карма. Вот что-то сделано, еще не проявилась, да, вот как преступник, совершил преступление, еще и не попал в тюрьму, но уже процесс, уже идет, процесс поиска, и карма настигнет его где-то как-то. Но время отделяет, тем не менее, вот. И какая карма неизменноственно проявляется. А то, что не проявляется, можно вмешаться туда. Вот мы не знаем, да, об этом какие-то, но опытный, проницательный человек скажет вам об этом по вашему характеру, по тонкой причине, которая еще не воплотилась, по характеру, это тонкая причина. Тонкое тело, это характер человека. Физическое тело, это вот оболочка, а внутри еще тонкое тело, наши эмоции, привычки, характер, дурные привычки, хорошие привычки, все вот это смешно. И по ним тоже можно будущее уже угадать. Например, если человек очень мнит, любит себя, понятно, что будет куча проблем с другими вообще. Это понятно, ведь будущее уже ясно, что характер будет сложным. И так далее, такие простые примеры. Но, когда вы идете к астрологу правильному, опытному, он увидит все эти влияния планет на наше тело, на наш шум, наше рождение отмечается этим. И он скажет, что у вас будет вот этот период сложный, вот тут будет полегче, здесь вообще опасно, а тут наверняка будет неудача. И у кого-то судьба, как мы видим иногда возвышенно, у него там такие склонности, есть дарованные эти планеты именно от Бога, как бы таланты уже заслуженные, из прошлого, у кого-то нет этого ничего. И что же, а астролог вам скажет приговор? Нет, это неправильный астролог, потому что смысл жизни не просто приобрести какую-то возвышенную судьбу, а быть счастливым. То есть независимым от этой судьбы, при всех обстоятельствах. Уже как сложно, что наша материальная жизнь неважна, говорится уж по судьбе, живем себе, живем. Но, в любом случае, мы должны быть успешны в духовном смысле, потому что мы счастливы. Вот это талант, вот это наше истинное предназначение каждого человека. И посмотрите, пожалуйста, на жизнь любого святого. Посмотрите. Трудная жизнь. Врагу не пожелаешь, но они все в блаженстве жили. Посмотрите на эти иллюстрации. Как мы узнаем, скажем, что человек духовно силен, и чист, если он не пройдет через трудности? Как мы увидим это? Поэтому не бойтесь своей судьбы. И когда пытаетесь понять себя, вы должны себя понять через счастье, не через чужое счастье, а через свое счастье. Кто-то счастлив, кто-то богат, кто-то на хорошей машине, вы думаете, вот-вот-вот-вот. Нет, вы просто заразились, соблазнил вас кто-то этим положением. Это может быть и не ваше. Большинство людей не должно быть богатыми вообще, должны быть счастливыми. Не каждый человек, имея богатство, будет счастливым. Большинство людей испугаются в денег, будут их прятать и сторожить всю жизнь. Это не принесет им счастья. Большинство людей предназначено иметь большую власть, потому что они не имеют такого разума и такой ответственности. Большинство людей простые. И они живут просто, а мысль от возвышенно. Вот это путь, вот это процесс. Не все. И как говорит Иисус Христос в этом случае, как же себя понять в обществе людей, мы же себя понимаем, верно же? Когда входите в зал собрания, пример приводил, не садитесь на передние сидения. Это не к вам относится, простите. Это образно говоря. Потому что, если кто-то более уважаемый зайдет сейчас сюда и вас попросит, пожалуйста, пересядьте подальше, пришли уважаемые люди, вам будет не очень удобно это делать при всех. Садитесь в конец. Он скажет, вы такой уважаемый, сядьте поближе. Это хорошо. То есть общество вас продвигает. Но для этого вы должны найти общество, где вам не завидуют. Вот там вы себя найдете. Быстро. И там вы именно почувствуете тут радость от самого себя, не от кого-то еще, а от самого себя, от своей природы. Работает в нас и вокруг только природа. Искусственно ничего не работает. Все, что мы придумываем, не работает. Нужно знать, не придумывать, а знать себя. А природа работает. Вы не увидите, чтобы даже травинка, которая вылезала из земли, неудачно вылезла сегодня. Не получилось. Вот раз, раз, и ну не вышло. Рылом. Не бывает такого. Все точно, все четко. Природа никогда не ошибается. Поэтому просто, говорит, познайте себя, свою природу. Но если мы себя сравним с кем-то другим, это проблема. Вот нужно научиться подниматься рано утром и не сравнить себя ни с кем другим. Поднимать свой ум над всеми этими обозначениями. В духовное. Практикуйте каждый день. В один момент вы увидите, что на самом деле есть равенство, единственное в себе живое существо. Тогда почувствуйте большое счастье и бесстрашие. И вы почувствуете, где, как работает ваша природа безошибочно. Спасибо, дорогие друзья. Еще вопросы, пожалуйста, у кого появились. Александр Геннадьевич, все-таки ответил на такой вопрос. Вот вы постоянно говорите природа, следовать природе. Дело в том, что человек это самое антиприродное существо на планете Земля. Мы рождаемся и очуждаемся сразу в культуре. И то, что в одной культуре считается нормой, приемлемым, в другой культуре считается совершенно неприемлемым. В этой связи постоянные конфликты, конфликты цивилизации, культур. И это наш удел, я глубоко в этом убежден. У меня не такой оптимистичный настрой по отношению к будущему человеку. Я вообще сторонник теории катастроф. Я считаю, что нас ждет вот как плата за общество потребления очередная катастрофа. Попробуйте ответить. А я с вами согласен в этом плане. Но это часть, то, что вы говорите, это часть нашего бытия. Это человек непокорный, человек вредоносный, человек эгоистичный. И, конечно же, как вы справедливые говорили, где будут катаклизмы, несомненно. Они предопределены, уже ядерное оружие есть. Это как раз производство такого типа сознания, такого типа человека. О чем же мы говорим? Я согласен с тем, что культура относительна. То, что пища для одного, я для другого. Совершенно верно. Так. И вот однажды моего духовного учителя спросили. задали вопрос по философии одного философа. Что он скажет, что он ответит на этот счет? Этот философ утверждает один западный, что высшим авторитетом для человека является государство, в котором он живет. Вот оно определяет закон, его поведение и так далее, наказание, поощрение и все остальное. Хорошо. Государство высший авторитет. Тогда задают вопрос этому философу. А кто будет решать конфликты между государствами, где могут быть разные законы, разные культуры, как вы говорите? И вот этот философ говорит, именно вашу теорию война будет решать конфликты. Вот это закон прожилет он сказал. А что сказал мой духовный учител? Нет. Есть высший авторитет государства, чем государство. Вот тогда мы сможем найти путь к миру. Над всеми людьми есть абсолютно истина. И часть людей уже принимает это, часть не принимает. И та часть, которая не принимает, пойдет путем разрушения себя и мира, и часть падет путем созидания гармонии. И вот сейчас решается этот вопрос в мире. Внутренне. Не политически, а внутренне. Нашими устремлениями человеческими решается вопрос. Поэтому будет то и другое, очевидно, произойдет и то и другое каким-то образом. И как-то нам нужно будет это сбалансировать еще. В равновесить и духовный рост, и какие-то катаклизмы, реакции за наши неправильные поступки. вредоносные. Спасибо, дорогие друзья. Еще вопросы, пожалуйста, у кого появились. Здравствуйте. У меня как продолжение этого же вопроса. То есть, вы говорили про красоту. Вот я родом из Баку, в 90-х годах там были погромы, трупы на улицах и так далее. Теперь, как же можно увидеть красоту и быть радостным в такой остановке? То есть, если... Хороший вопрос. Да. Поскольку мы сейчас с вами находимся в мирных условиях, мы говорим о красоте. если будет военные условия, мы будем говорить о красоте в другом аспекте ее проявления. Это мужество, героизм, это отвага, это защита всего самого ценного, святого, это героизм, это добровольное самопожертвование, отдать свою жизнь. Мы будем призывать так за мать, за Бога, за общество. в этом тоже красота есть. Это красота войны, закона войны. Есть законы мира, есть законы войны существуют, да? И законы войны гласят око за око, зуб за зуб, справедливо все. А законы мира говорят, ударили поправщики, поставь другую щеку. Сняли кафтан, отдай рубаху. Если мы живем в мире, в сатане мира, мы поддерживаем мир всепрощением. А если в условиях войны мы сражаемся справедливо и честно. Видите, обстоятельства разные. Но в этом тоже есть красота подвига, духа, воина, красота воина в этом. Это пославная смерть, в этом говорится. Две славные смерти. Это красота воина, который погибает ради защиты духовных принципов общества и уход из жизни через юридический транс. Два вида смерти прославляются, остальные нет. дорогие друзья, еще у кого-то если остались вопросы, пожалуйста, буквально последняя возможность. Мы скоро будем переходить к автограф-сессии, дорогие друзья. Так что не стесняйтесь, у кого вопросы еще остались, поднимайте руки. Александр Геннадьевич, все-таки под конец сегодняшней встречи, так как время у нас неумолимо подходит к концу, не могу не спросить, все-таки вот искусство жить, это искусство доступное каждому человеку или только посвященным и избранным? Или так или иначе его воспитать в себе может абсолютно каждый смертный? Это необходимость для каждого человека. Не то, что кто-то это может сделать, кто-то не может сделать, это необходимо сделать каждому стать на путь. Иначе человек не сможет быть счастливым. Никогда. Написано в этом. Никогда. Возможно, стать на этот путь, не сходить ни под каким предлогом с этого пути. Как говорится, стучите, откройте вам, просите и обрящите вот к этому. Решительно нужно, это путь человека. Это его предназначение. Но если он живёт как? Животом возвращается в животную форму жизни. Реинкарнирует в низшей форме жизни. Это проблема. Поэтому это как бы наша обязанность жить по-человечески. Мы друг друга именно к этому призываем. Мы критикуем плохой образ жизни, мы критикуем плохие вещи, мы люди, потому что мы хотим возвышенно жить, мы хотим двигаться вверх. Поэтому это необходимости у человека, у каждого должно быть духовное учительство. Мы ученики от рождения до ухода из этого мира. Мы всегда должны учиться и передавать знания другим нашим детям. Это преемственность, парампора. Мать, отец, это духовные учителя. Старшие в обществе тоже все духовные учителя. Правители мира это духовные учителя. Это изначально было так. Ахраджариши на санскрите это святые цари были. Они были духовными учителями для своих подданных подчиненных, для своих детей, для своих близких. Они сами все имели духовных учителей. Обязательно была преемственность. В этом был смысл. На санскрите есть слово такое артха. Это то, ради чего мы трудимся. Артха это деньги и экономическое процветание, богатство, изобилие. Артха называется. Но артха есть другое еще значение, которые люди забыли. Это же слово означает суть, смысл. И вот мы одну часть исполняем, а другую забыли. Вот теперь нужно просто вспомнить, вот это есть наше человеческое существование. Экономика, изобилие, богатство. Зачем нужно только ответить на вопрос? Для чего? Цель какая? Вот для чего мы должны жить. Не просто жить, чтобы есть, а есть, чтобы жить. То есть повернуться вот в эту сторону жизни, изучить, что такое жизнь. Кто такое я, как живое существо? Если я познаю себя, я познаю других. Почему? Потому что поступая с другими, как? Если бы ты хотел, поступали бы с тобой. Все очень просто. Все очень просто. Не убивай. Это же понятно каждому. Вы хотите, что-то вас убили? Нет. Ну, значит, другого не надо убивать. Все же понятно. Все остальные заповеди предложим абсолютно понятны. Но почему же мы этого не понимаем? Что же затмевает этот рассудок? Нам нужны духовные наставники, нужна духовная ответственность, чтобы совесть пробудилась, чтобы совесть нас контролировала, чтобы мы не забывали эти простые вещи. Не вреди другому. Будь терпелив, будь сострадателем, учись любить все живое. Служи Богу, а не прислуживай кому-то здесь. Не эксплуатируй никого. Люби, но не испытывай похоти, не присваивай себе, не злоупотребляй ничем. Это школа жизни, вот как мы живем. Это необходимо постичь нам, как людям. И передать нашим детям. В этом суть. Нельзя развлекаться сексом, едой, сном или обороной. Это не развлечение. Это необходимость для образа жизни, но не развлечение. Счастье из другого источника нужно получать, из духовного, из сердца. В каждом сердце срывайся чехам, хренис, аниш, мотас, притих, гена, полганамча, в сердце каждого живого существа находится сверхдуша, говорится в Ведах. Человек — это храм Божий, где в сердце Бог располагается. Вот это наша судьба с вами. Познать это. Через свою судьбу прожитых лет мы сможем достичь этого величия. Хорошо. Спасибо большое. Александр Георгиевич, огромное спасибо что нашли вели, что пришли к нам сегодня. Дорогие друзья, как обычно, теперь мы переходим к автограф-сессии. Пожалуйста, в порядке живой очереди. С левой стороны от сцены или по правую руку от меня по одному у вас есть возможность подняться на сцену. и подписать ваши экземпляры книги у автора. Спасибо и до новых встреч. Убедительная просьба заранее готовить книги, потому что открывайте на той странице, где вы хотели бы получить автограф. Также большая просьба и не отрекать автора дополнительные вопросы. Спасибо. До новых встреч. Как правило. Люба, я хочу, чтобы они спереди проходили, поэтому узнай, пожалуйста, что у меня. не отреки. Спасибо. 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 Добрый день. Я сегодня утром придел изъяв. И встречаю на сегодняшний вечер. Вообще благодарен. На все вопросы, которые есть. Останавливает тюрьмы. Примерно у меня. Я услышала ответ на мере, что это не заносит. Или хотя бы и вообще. Хотя бы и речь идти. Очень люблю. Поехали. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...